Доброго времени суток, уважаемые друзья и коллеги по хобби! Начинаем сборку королевского тигра с башни Хэншель от фирмы ICM. Но хочу сделать небольшое вступление перед сборкой. Сейчас в сети очень много и сильно обсуждают, какой всё-таки из королевских тигров будет лучше, а точнее какого производителя. Многие склоняются, что таком, многие ждут Мэнго, кто-то хвалит Драгон, кто-то хвалит Атакадема. Короче, как вы знаете, тигров очень много и идут большие дебаты по поводу качества. Вот и что хочу сказать. Посмотрел данный королевский тигр от ICM. Все знают, что это новинка 2016 года. Я ещё в обзоре, кто не видел обзор, можете посмотреть, ещё в обзоре сказал, что в принципе модель не сложная и хороша будет для начинающих моделистов. То есть, если вы увидели, что это ваше хобби и хотите им заняться, это одна из моделей, в принципе, которая вам и понравится по сборке и не должна произвести никакого труда. Если вы хотите заняться этим хобби, так же хочу посоветовать, с чего надо начинать начинающему моделисту. Первым делом это набор инструментов. В наборе инструментов должны быть хорошие кусачки. Потом нужны хорошие цанговые ножи. Один цанговый нож я использую как мини-дрельку. Вставляю сверлышко, чтобы всегда было под рукой. Мало ли где надо будет произвести, сделать какое-то отверстие. И один нож у меня всегда под рукой с лезвием. Мало ли где. Надо будет подрезать или что-нибудь подровнять. Так же, так как у нас модель фирмы ICM, мы будем использовать и клей для сборки фирмы ICM. Ну, конечно же, это шутка. Клей мы используем любой модельный. Мне понравилось пользоваться вот этим клеем от фирмы Plastmaster. Если вдруг у нас где-то в моделизме, в моделях нестыковки, приходится прибегнуть к помощи шпатлевки. Тоже всегда под рукой шпатлевка. И жидкая, и такая пастообразная. И необходимо иметь разную наждачку. Кто-то пилки использует. Мне больше нравится пользоваться наждачкой. У меня разных размеров. От 600-й, где-то до 400-й, даже до 4000-й наждачки. Где-то приходится подполировать поверх, то есть где-то только почистить, подровнять. Поэтому вот что самое необходимое иметь для начала. Потом уже кто начинает дольше и больше заниматься моделизмом, там уже, конечно, появляется и более серьезный инструмент. Но это вот необходимо. Что необходимо для того, чтобы начать. Ну что, начнем. Также хочу выразить огромную благодарность магазину Я Моделист за предоставленную для сборки модель Королевского Тигра. В данном наборе у нас 4 литника под обозначением D. Поэтому пришлось срезать с 4 литников по 5 таких вот осей. Получилось в итоге 20 штук. И сразу рекомендую, даже зная, что эти детали будут глубоко спрятаны, их никто не увидит, все-таки немножко обработать. Вот для этого нам и понадобится цанговый нож. Аккуратненько подрезаем каждую ось, чтобы не было никаких и таких критических мест среза деталей. И так каждую деталь зачищаем и обрабатываем цанговым ножом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, закончив ножом срезать срезы, берем маленький кусочек наждачной бумаги и обрабатываем сами детали. придать им более хороший вид подготовил 20 деталей и точно таким же способом подготавливаем другие детали под номером 31 они одинаковые и номера и детали под номером d12 и 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 Подготовил 18 таких вот деталей под номером Д12. Также подготовил две детали под номером Д11 и четыре детали под 31 номером. Что хочу сразу сказать. Очень понравилось, что хорошо обрабатывается пластик. Но надо быть осторожными, потому что он очень мягкий. Если нечаянно или неудачно надавить ножом, то получается глубокий надрез. Его потом приходится обрабатывать наждачкой. То есть аккуратно работать с этим пластиком надо. Но в обработке он очень удобен и очень хорош. Также мне понравилось, что остаются на летниках запасные детали. Например, деталей Д12 нам надо 18 штук. На летниках у нас осталось 2 запасных штуки. Так как их было по 5 на каждом летнике. Также нам понадобилось 2 детали или 2 ленивца под номером Д11. Также 2 штуки осталось на каждом летнике в запасе. Если вдруг неудачно что-то сломается, то можно заменить. Дальше будем срезать катки. Катки под разными номерами. Д17, Д20, Д18. Но все они отличаются. То есть Д17 они одного типа. Д18 уже отличаются от Д17. Также Д20 отличаются от всех остальных. То есть если вы все срежете, то вы не ошибетесь. Потому что по схеме хорошо видно, где какой каток нужен. Поэтому можно все срезать и тоже аккуратно все подготовить. Наверное на этом буду заканчивать первую часть по сборке королевского тигра от фирмы ACM. Еще раз предварительно все проверю, зачищу, проверю на стыковку и начну склеивать. Кому интересно, следите за выходом следующих частей. Будем дальше продолжать сборку. Спасибо, друзья, кто смотрит, кто комментирует данную работу. До встречи! Субтитры сделал D18. Продолжение следует...